хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне так полное имя пашин павел тарасов павел сергеевич год рождения 14 08 1986 откуда сам родом родом с города запорожье запорожье да а проживал где в донецке самом донецке горловский район пантелемоновка поселок пантелемонов семья есть гражданская жена дети ну не родной сын до сколько лет ну уже 17 большой да как попал войска так называемый днр по мобилизации это когда случилось 3 ноября 22 года не забрали из правительной колонии 52 города я мотива то есть сидел да за что разбой сколько дали 7 лет особого это уже за так называемый днр да а что там такое было что особый далее это групповое было но группа лица группа лиц да это групповое было да там с какими-то телесными нет а что грабили то не правили в принципе конфликт был с соседями чисто телефон со стола забрал сказал вернуть долг отдам назад телефон заявление написали сообщили круче в мгб да бытовуха так как я при украине был судимый не посчитали что особо тяжко а при украине когда сидел 2000 2008 по 2012 за что грабеж тоже это первое было 2008 году когда первое было первое первое было в четвертом году посадили в запорожское сезон в пятом осудили на условный срок разбой тоже на с грабежом да нет разбой просто просто на пол жизни чалился или как ну как тогда всю жизнь живу по справке об освобождении серьезно паспорт есть нет украинского нету паспорта нет ни разу не получал нет то есть ты вышел в двенадцатом и сел в пятнадцатом там да в семнадцатом уже там сел а вот мобилизация как было те силы забрали с колонии или как не или предложили на условиях какие документы жизнь чистого листа в принципе ну как там адаптироваться социальном обществе то есть он ну такой светлые все фразы да это хорошо звучит а кто при а кто предлагал кто приезжал кто-то ну приезжал да я не знаю не спрашивал имя отчество звание было майор я видел ну кто это вагнера или кто нет нет это ну денеровский с первого корпуса сотая отдельная мотострелковая бигана деньги тоже предлагали да ну зарплата да сколько половику было 76 тысяч а потом же сказали что увеличили я не знаю я таки не успел не получить ничего поскольку человек согласилась у нас нашего лагеря уехала ну вот вместе со мной двенадцать по моему человек а сколько всего там ну было триста четыре вместе с заключенными на пожизненное решение свободы а пожашника много там было 142 там или 144 144 на пож это половина колоний это да ну уж отдельно потому что ну да 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 в отдельном корпусе содержались а пожашникам предлагают я не знаю нет нет я не знаю там честно сказать при мне никого не забирали ну короче 12 согласилась правильно ну да ну нет ну в наше подразделение сотую бригаду а вообще с колонией сколько согласилась я не знаю много же там же было еще девятый полк приезжал третья бригада приезжали на то что я знаю а вот это да записали вот это другое место записали учебка было до 6 дней а где тут зубрисом через не до 5 из 6 числа по 13 какой месяц все это в ноябре месяцем хорошо и потом кла пошли воевать не воевать перекинули нас в донецк и не знаю где мы там находились спортсал какой-то там пробыли до 22 числа декабря нет ноября вот 22 поехали на позицию не доехали размотали нормально с первый же день попал плен первые же часы первые часы а где где куда ехали под это ну и в поля выехали под невельская поселок какой-то невельска донецк вот между донецком и невельским там в полях даже были выехать сейчас 5 и показывать это покровский район я не знаю чей это район я я знаю что вот кировский район донецка я знаю что вот кировский район донецка откуда мы выехали и проехали там вот буквально поле вдоль и все у нас размотали ну а что должен был делать оптаться и стоять на позициях как-то так а за что ты пошел воевать вот если кроме этого это шкурные идеологические какие-то были идеологические то в принципе нет вообще я верю в себя я верю своих родных и своих близких их очень мало вот и и хотелось для себя и для них что-то сделать как-то но начать жизнь там сначала чтобы быть хотя бы вот во второй половине своей жизни на и сильно считать что молодость у меня уже прошла так от фонаря то это говорит вторую половину жизни осознанно ведь рядом что-то сделать полезное для них не только им для меня сделать вот мое общество вот мои убеждения для чего ну может когда я попал в клиент честно сказать сказал спасибо господу или судьбе кто-то мне помог остаться в живых потому что я получил ранение довольно такими вытягивали и носили все это стали в живых что у меня есть еще шанс ну как-то ну оказаться рядом с родными и близкими и какое ранение было ну 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 осколочные рано поездки на руку в левую и в голову ранее в лицо перелом челюсти осколки все в голове осколки в больницами зубы все перебуты нервы по лицам не чувствуем по уртам срок качества вообще пропады но и честно будем говорить спасибо в силу они новый сказать мне честно я и до этого говорила там тоже на камеру до этого вытащил короче бойцы в силу в окопах оказали первую медицинскую помощь меня перевязали я это помню и так не крути меня труханула нормально ну все равно есть картинки четкие которые я их не запомнил о том что нам оказали первую медицинскую помощь вытащили отволокли еще ко мне помог один товарищ со мной был виталик он помог меня тоже на волокте его контузировал 80-х у меня на ляопа рядом с ним тоже повисло ни одного осколка не попало но нормально труханула его аж перекосило вытащили поля в тыл там девчонка медсестричка подскочила перемотала сразу более качество сделала и сболила смотри вопрос вот ты говоришь курныть это может объяснить за что за что воюют войска так называемый донор которые присоединились к россиян то у каждого разные взгляды ну да это убеждение смотри это какие-то финансовые короче моменты кого-то вешку говорил поймали и шел в ларек похмеляться кого-то на остановке мобилизовали кто-то там кто-то осознанно и шел вот именно поставил цель там идеологически да вот короче все идем убивать бандеровцев короче нациков и прочее пути веришь в нациков веришь в нациков они есть в любом обществе есть да они есть в любом и за границей и в россии и в украине и у нас в днр есть и везде не есть но российские сми как говорят что здесь все нацисты здесь нацистский режим ну не знаю я не живу вообще здесь нахожусь в закрытом пространстве где я хочу сказать о том что но среди вот сижу среди пленных да они друг другу относятся хуже чем администрация то есть то есть администрация к нам относится нормально нормально и кури и кушай и передвигайся и телевизор смотри короче но она везде так построена есть определенные рамки есть определенные моменты которые надо соблюдать вот установленный режим порядок дня беспорядка днем без режима включить порядка дня будет здесь на бардак ну соблюдай соблюдаешь все нормально к тебе отношения и нормально а что терки между военнопленным есть да конечно какие-то группы разбиты или как они туда короче вот по моему приезду я посмотрел они прочие кучками шайками это разобщенность какая-то вообще не общих интересов даже не волнует о том что но они земляки с одного города нету сигареты короче ты умри сегодня не умру завтра а условия как лучше чем вина к его витка условия ну плане вот кормежки лучше чем вина к его да да вот такой и когда лучше пошел думать и там администрация там опять же в семей не без уродов есть нормальные но вообще условия нормально лучше чем я вообще спрашиваю чем вина те же самые проверки тот же самый режим тот же самый выход на работу ну в принципе здесь но это ну в порядке вещей я же говорю есть установлены на кормежка и все другое все насчет кормежки да здесь нам намного лучше что там не давали короче соленого что здесь дают не соленому по крайней мере здесь очень вкусно а там на было такой момент чтобы три месяца вот утром ячка в обед ячка вечером ячка ячка это что ячневая каша а без жиров без ничего суп ячневый каша ячневая вечером каша ячневая утром каша ячневая знаете поначалу фух это ячка опять короче под надоело потом опять ячка потом ухты ячка укушать то хочется а так он в принципе ну живем как мы живем мне не привыкать в этих условиях как говорится о жить я уже привык за пол жизни вот находиться в этих условиях ну я же говорю вот это поведение слободских которые здесь в плену сидят далеко вообще нерадужные таких ну поменения кому ну которые мы ранее не судимая думаю слободские вообще нерадужные а свабоцкие слободские и понимаю что представляете их собрали здесь в одно место скопися это это вообще жуть какая нельзя их держать вместе не это такая а представляете если их а их еще сколько бегает если чих собрать до кучи это круче это страшно потом удивляются а чё нас называют орками так а вы кто если вы себя ну так вот не ведете готовы друг другу кадык вырвать ну где ваши солидарность и ваше общество ваше понимание друг другу где взаимопомощь и общенность а вы говорите зэки это ну отброс в общество нет далеко нет есть какое-то понятие морали чести достоинства хорошо я это все понимаю это все как бы лирика внутри пола за что вы ведете то есть какие-то интересы какие-то короче поставили себе задачи и цели копей вот сказать что донбасс находится на такой знаете там стратегическом моменте моменте но на стратегическом месте карты да чтоб там короче как-то по глобально так по кругу донбасс не скажу есть какие-то интересы я даже не знаю что может я броня просто поисковых воевали бы как говорится очень типа короче за народа не гибло бы столько людей не только со стороны там лнр днр со стороны россии правильно со стороны украины тоже потому что они кричат шоу короче украина это братский народ вы говорите о гражданской правильно я говорю о всех так что они а что военные военные это не люди люди но у них тоже не сильнее что с одной стороны что с другой стороны есть вот что встретить со стороны россии тоже есть семьи есть дети и жены есть и родители ну да много моментов жизненных есть ну ты понимаешь за что воюет в СУ ну за целостность и сохранение украины ну за землю свою да и за людей да вот у меня встречного а за что воюет россия все-таки вот ты воевал и вот каждый день есть обдать да по смертях почти 150 тысяч россиян уже умерло в украине это же не можно говорить они за что-то там воюют вот там путин выступал последним ну даже самая были берда там нацисты украинцев нету и так далее значит злобода да не везде есть люди да нет да мы не говорим о везде есть люди но из-за того что что условно да даже условно какая-то группа людей да исповедуют какие-то нацистские взгляды нужно начинать войну я думаю если даже и есть такое общество в украине да то для этого есть здесь правительство есть власти есть ну есть кому с ними разбираться спасибо то есть если бы даже это было это внутренняя проблема страны правильно да правильно да вот это первый человек который это говорит даже если бы так было это очевидность вещи очевидны есть для этого ну для чего мы тогда у нас демократия для чего мы тогда выбираем этих чиновников пиджахах в галстуках для того чтобы они жили лучше нас нет для того чтобы мы жили лучше и как-то ну в обществе все кричат у нас общество у нас социальная короче справедливость то есть то нету равенства везде за что я и говорю есть какие-то шкурные интересы просто у некоторых есть личные да а и ну мелкие а у некоторых вы посмотрите масштабные вот сидит зэк который все понимает да грубо говоря да это внутренняя зачем идти воевать вот почему я это спрашиваю да вот ты говоришь а это моя личная жизнь то говоришь какому-то достоинстве вот это все ну как бы тюремные лирики да это потому что это тюремная лирика эти просто цифры назову да ну просто из-за таких как ты 8 миллионов украинцев выехала на запад внутренне переместилось три с половиной миллиона да ты просто не видел что сделано с городами может по новостям видел многие просто под ноль людям негде жить после этого они приезжают набирают таких как ты это же грехи твои ты сидел по факту правильно да но шел убивать людей но это так записался на войну ну конечно я что-то неправильно говорю нет все по сути все здраво это же логика ну конечно поэтому шеши говорю получил есть какие-то и у меня тоже что там интересы как вот выразились шкурные там какие-то короче соображения их озвучил вот потому что так вот смотришь на это не сидя там в кабинетах чиновники а тут короче элементарного документа паспорта я не могу за всю жизнь они меня футболе от с кабинета в кабинет элементарной бумаги мы сейчас не о бумаге говорим мы говорим о войне о человеческой жизни я говорю о своей жизни моя жизнь тоже я думаю в счет почему потому что мы говорим о общих ну о общих жизнях людских то бишь я бы моей жизни я вашей и присутствующих здесь за стенкой за забором в стране хорошо мной хорошо ты вышел в двенадцатом году сел в восемнадцатом и да ты был свидетелем всего того что произошло в четырнадцатом году до твое мнение ну многие многие большая часть из тех кто принимал участие в референдуме из-за недопонимания и заблуждения посмотрели вот в киеве там короче переворот там то есть все все короче начнут нас сейчас ущемлять и прочее такие ну мысли а ну в массу когда вливается вбросы идут вбросы и включается у людей как говорится не извиняюсь за грубость то ли стадный инстинкт то ли как я не знаю и все а все шашки на голову некоторые шашки на голову все другие паника все а кто-то на этом на этим на на этой волне сыграл свою игру и что сделать без россии это все реально было бы на востоке без россии без поддержки россии нет конечно в россии вписалась по-любому была какая-то поддержка потому что мы просто так нет никому да нереально таким себя чувствуешь больше украинцам россияне я конечно украинец ну я имею в плане что в житель ну дам с донбасса нет украине здесь житель донбасса это разные вещи нет почему донбасс это в то же время одно и то же почему я это уточняю многие здесь из так называю из донецка они говорят я себя не чувствую украинцами если чувствую жителям донбасса ну вот у них это как бы разные вещи на отдельные нет я к тому что ну я допустим люблю донецкий край донбасс люблю мне нравится там жить там я чувствую сам себя комфортно открыто свободно окружение людей тоже ну адекватно но я чувствую донбасс своей родиной но я чувствую донбасс своей родиной не там где то я там прожил с двухтысячного года мы как переехали туда вот за это время вот 23 года да что я там родина моя полюбил это все смотри вот ты говоришь что ну ты ты с донбассом и чувствуешь себя больше украинцем да я в запорожье вообще родом в запорожье а кто-то остался в запорожье нет отец умер бабушка умерла а хотел бы остаться в украине я домой хочу на донбасс там у меня в родные не было бы у меня там близких родных ну дорогих не сердцу ну людей да вот а какое твое будущее например ты же не досидел не воевал даже попал в плен что думаешь тобой будет если теоретически обменяют восстанавливаться буду где в первую очередь здоровье в больнице да операциям она делает а ты веришь в то что тебе там помогут ну просто вопрос верю помогут да не могут отправить снова в лагерь в лагерь да не за что а за что меня садить ну ты же как бы грехи не смыл а за что меня садить за то что я попал в плен нет за то что даже не повоевал это же было это же change был так извините это уже не не мои ошибки это ошибки командиров они почему нас туда отправили туда куда даже не знаю в обстановку почему мы ехали и нас обстреляли вы же там уже принимаете решение вы там ну главный дерзайте тогда почему меня должны сажать а не их из-за меня что ли погибли ну те товарищи которые со мной ехали на этой же броне нет они погибли из-за их решения погибли хочешь сказать что это украинцы да надо было в четырнадцатом году собрать вот этих всех со всех сторон мудозгонов говорится отх**ить хорошенько и жить спокойно как жизнь а тех на донбассе да а тех на донбассе всех собрать кто хочет начинает януковичи и короче подчистую всех короче вот этих вот многие уже их нету в живых а мертвых или хорошо или никак мертвым оставим их не дело мертвых там есть кому с них спрашивать вот и жили бы дальше как жили а жили мы хорошо в одной стране в одной стране жили хорошо я до войны я передвигался по всей стране я ездил отдыхать и в Ивано-Франковск и в Одессу в Одессу каждый год ездили отдыхать и в Мариуполь и в Юрьевку и в Киев и вообще никаких проблем я ни разу даже я будучи судим со справкой об освобождении на кармане я передвигался по стране свободно я мог поехать в любой город на футбол, на концерт куда угодно никто даже сотрудников полиции из-за того, что я допустим ранее судил никто меня даже не забирал в райотдел почему ты здесь живешь на Донбассе а допустим находишься в Киеве или в том же Запорожье или в Днепропетровске куда приедешь или в эту сторону в Винницах, в Хмельницах я побывал практически во всех регионах Украины мне нравилось изучать Украину ну ходить, гулять мы с гражданской женой в 13-м году вырвались из Запорожья съездили на Хортицу по моим исконным родным местам вот там в нормальной стране жили знаете, есть такой фильм брат когда там таксист едет говорит вы лишь люди как люди вдруг все стали кретиной парадокс россиянам что-то хотите сказать? то в принципе по приезду когда от меня от выбежья сказать я надеюсь вы же наблюдаете за ну за интернет пространство я не х** за новостями мы смотрим иногда кто что что говорит вот его видите и сравните ну я скажу те кто например давали нам интервью и те кто выходит потом где-то там всплывает в так называемых ДНР и ЛНР или в России они говорят что сука бандеровцы они будут говорить что все было под большими мучениями то что мы говорили это все неправда а вы тогда вот ну и сравните сидел перед вами честный человек или не сидел хорошо вот это ну элементарно проверить искренность знаете души я привык в жизни себя в душу никогда не трахать в этом заключается моя порядочность точно что когда он который смотрит и